всем привет бодрое утро в эфире игромания утром и сегодня мы разыгрываем сценку выспавшийся игроманец и не выспавшийся игроманец сказал мы разыгрываем я такой блин мы сегодня что-то разыгрываем у меня сразу паника всем привет друзья это игромания утром с вами Захар Бочаров артоваст Мурадян и я зачем-то машу очень много руками и у нас для вас есть вопрос угадайте по нашему внешнему виду кто сегодня смотрел конференцию Бетезду в прямом эфире а кто в записи впрочем спать все равно пришлось немного кому-то совсем немного я вообще не спал кому-то чуть побольше ты вообще не спал нет я после новостей лягу пускай вам будет стыдно за все эти комментарии по поводу оговора карика который вы себе позволяли на ютубе у нас сегодня просто какое-то дикое количество новостей даже ну учитывая не учитывая конференцию Бетезда поэтому мы кстати у меня есть очень важная новость я прошел ведьмак 3 Ярик прошел ведьмак 3 у тебя хорошая концовка грустная да лучше лучше концовка да лучше в смысле сиди проект началось сиди проект сделали лучшую игру с лучшей концовкой по настроению слушай игра давай я просто коротко скажу это не десятки даже не игра года по финалу вот я тебе могу сказать но вот я наиграл там очень много часов и мы это обсудим отдельно давай переходить к новостям вообще нет времени вообще нет времени скорее всего у нас не будет два блока первые посвящен обычным новостям 2 посвящен новостям с е3 мы поехали да первая новость 1 unfolded выйдет в сентябре и все-таки что какой 1 unfolded у вас только новостей да но тем не менее ремейк отличная игра от media molecule для playstation vita выйдет на ps4 уже осенью самом начале осени предзаказ можно оформить в psn и цена на игру довольно бюджетная то есть меньше чем да это очень круто да я надеюсь что переиздание дизонорта которым мы расскажем позже будет стоить но не столько же вот играл первый я не играл я этой игра ради которой чуть не купил ps vita я играл в атеровый очень прикольная игра ты знаешь там же задействованы всякие камеры тачпады и фишка в том что ты божество тебя называют человек из вне и в небе всегда светит солнышко и там внутри твое лицо а учета очень круто камера на вите не очень хорошая то лицо у божества как правило такое замыленное и неприятное но все равно поклоняются и это главное собственно испытать все это на playstation 4 можно будет 8 сентября дальше да таки дальше следующая новость это новости специально тебе отдал youtube запустит собственный игровой сервис собственно не ну как это будет в общем если коротко это будет аналог твича youtube ну понятно ему очень грустно ему не удалось купить но гуглу не удалось купить twitch и теперь ну рынок то большой хочется оторвать кусок тем более такой гигант как google они создают свой сервис который будет называться youtube гейминг вообще ну то есть супер дженерик название просто на проще было некуда youtube гейминг он будет на отдельном ну отдельным порталом что там будет пока точно непонятно ну то есть точно точных подробностей пока что нет запустится он в июле в великобритании в сша и это уже по-моему странно но в том плане что это не конкурентно способность ты запускаешь запускай по всему миру и прям бабахнула и вообще надо было это делать до и 3 чтобы и 3 все шли на youtube гейминг король твича негодует да и в общем после сегодняшней конференции битвезда на которой было на официальном канале битвезда было полмиллиона человек онлайн но я серьезно до полмиллиона понимаешь вот сами не спала четыре с половиной тысячи человек ночью вот тоже не если вы сейчас смотрите утренние новости вообще просто респект палец вверх а если вы ведете утренние новости еще и после два пальца вверх просто бесконечно много респекта я думаю но в целом это краткий синопсис мы закончили хочу сказать что как только youtube опубликовала это в твиттере в ответ пришел давать ответь там отлично было типа youtube написал что new player не а сначала youtube написал типа новый игрок вступил в игру и twitch ответил на это сообщение ну официальный twitch аккаунт в твиттере ответил добро пожаловать player 2 добавь меня в google плюс на что как бы как бы намекаем на неудачу google плюс очень крупную неудачу гугла с этим сервисом не все хорошо заходит да посмотрим что будет в общем я пессимистично настроен естественно ты пессимистично настроен но конкуренция это всегда хорошо потому что у меня всегда выигрывает я надеюсь что твитч увидев youtube гейминг будет развиваться еще быстрее еще лучше а youtube увидев запись нашего эфира закроет youtube гейминг чтобы не опозориться да переходим дальше star breeze эта компания которая сделала игры brothers игры ой господин бэй ты не оттуда начал да как все залипает в общем игровая студия star breeze делает свой собственный шлем виртуальной реальности обычная игровая студия которая занимается разработками игр разработка игр выпускает собственно собственные очки виртуальной реальности дело они еще payday делали они еще payday делали да и по-моему делали они же синдикат вот это вот перезапуск синдиката я плохо помню об степ стекла трейлер был крутой трейлер был крутой я купил поиграл два часа и забыл игра была неплохая проходил за шестерки часов она была харт но вот как тут короче есть star breeze игр получше да тем не менее выпускают свой свой шлем виртуальной реальности как это вообще тренд ты понял да чувствуешь да просто все уходят в виртуальную реальность это все начали окулус рифт спасибо чувакам потому что я напомню я пробовал окулус рифт технология вот такая окулус мы еще чуть попозже сейчас обсудим кто-то выплывет значит и виртуальная реальность станет новым направлением в гейминге помогут круто потому что когда вы попробуете я думаю от этого уже тяжело отказаться как 3d на 3ds когда ты играл в картинке объемный где потом уже было тяжело играть плоский вот и соответственно ждем выхода этих очков крутой тренд вот что крутой тренд главное чтобы голова не болела и собственно выпускает эти виртуальные очки под новую игру во вселенной house of the dead то есть ходячие мертвецы который будет полностью поддерживать соответственно будет и хардвер и сразу к ней игра и можно будет полной мере все это оценить круто посмотрим то выплывет опять-таки конкуренция всегда работает на пользу нам star breeze молодцы что они закрываются свои ниши опробовать что-то еще и у нас следующая новость тоже собственно да про шлем виртуальной реальности окулуса рифт провела на днях пресс-конференцию и показала новую версию своих очков финальную финальную версию своих очков которая поступит так я так понимаю в ритейл и рассказал немножко о том что она будет работать с windows 10 о том что игроки смогут стримить игры поддерживаемый окулус рифт с xbox one напрямую собственно неудивительно если подключается там стриминг то уже налажен собственно собственно слишком много собственно окулус рифт будет в комплекте с джойстиком для xbox one эти вопрос только в том можно ли будет отказаться для тех кого есть уже консоль и джойстик джойстиков xbox не отказываются халявных на самом деле там очень плотная партнерка с да очень плотная там прям windows windows xbox xbox джойстики все такое поэтому справедливее это все будет покупать конечно если у вас xbox one или пока но вроде как будет работать и с playstation 4 финальная версия очков значительно отличается от той 5 килограммовый бандура который нам показывали все это время они легкие они красивые вместе с ними идет вот такой дизайн стал намного лучше дизайн до футуристичный вместе с ними идет два контроллера которые удобно держать в руках вдобавок к этому как вы можете увидеть на картинке которые сейчас на ваших экранах и собственно главное что чуваки из околос запартнерились с крупными разработчиками среди которых square enix insomniac и ready at dawn которые будут делать для это не весь список просто это и список интересные которые будут делать для них эксклюзивные игры эксклюзивные игры которые можно будет играть только на околосе и ждем релизной версии посты еще хотел добавить что будет специальное приложение доступно в котором люди смогут искать людей для коопа и так далее ну то есть типа маленькая социальная сеть околос рифта короче звучит все довольно круто напомним что околос купил фейсбук поэтому надеемся на то что технологии будет обкатана и крутая и выход состоится уже скоро мы его очень ждем да потому что виртуальная реальность это круто я кстати эти очки тоже жду которые которые я жду все очки серьезно мне хочется чтобы вот кто-то я люблю и же еще от волшебки и они тоже круто их уже разработчик в общем посмотрим у кого взлетит вот скорее так не козли от очки да от этого всего а кстати еще последняя новость про очки хэштег очки говорят что очки от sony получат название playstation real айс и вместе с ними будет идти но это проект марфеоса которому слышно вместе с ними будет идти контроллер move 2 который тоже будет выглядеть как два нунчака от ви который можно взять в разные руки то есть удобно это все будет название очень крутое вот real айс но взгляни на мир настоящими глазами вот это прям очень круто мне дико понравилось а то твои глаза так себе вот шлем да да и это все конечно покажет сегодня ночью на пресс-конференции sony да смотрите вместе с нами если last guardian будет эксклюзивом для виртуальной реальности я просто умру опять зашла новость про то что last guardian все-таки анонсируют да но это все еще слухи так что ну вот все надеются у нас весь офис такой ну что будет ну в общем что там у гарденов да в общем да ждем ждем безумно но пока что нас ждет перерождение dota 2 о котором мы говорили кстати несколько дней назад оказалось что чуть все более серьезно чем просто слух во первых во первых да вол запустил сайт который называется dota 2 reborn собственно это название будущей игры это не ремейк и не переосмысление а именно перерождение dota 2 в которой ждет новый движок новые режимы игры новые способы наблюдать за игрой новый интерфейс переработают да там интерфейс серьезно очень в общем в принципе вся подробная информация для всех фанатов доты она доступна прямо на этом сайте читайте и наслаждайтесь там пока не так много всего потому что конференции полный анонс вероятно состоится на пока конференции пока что какие то есть крупицы информации интересные которые можно вместе собрать проходите смотрите если вы играете в доту вам обязательно нужно быть в курсе этих новостей выдохнем и раминда да и мы проработали где-то наверно половину новости неплохо можно немного замедлить можно немного замедлиться ладно да как провел вчерашний день вчерашний день я провел за шевелением плотвы да и ноя дошевелил вчера плотву да это я теперь с тобой не обсудишь это у меня уже нервный смех студия грилла геймс грилла геймс извини пожалуйста очень очень плохо издеваться ладно давай я прочитаю как ты написал что создатели killzone покажут новую игру на е3 но ты забыл написать что возможно покажут это еще не подтверждено на 100 процентов но слушай но там уже столько тизеров да в общем это самая игра horizon арты которые несколько я не помню уже месяцев или год прошел где-то феврале ты видел да эти арты конечно я когда их увидел блин как круто гена игра там то есть вкратце там доисторические люди в шкурах и с дубинками и с копьями охотятся на робо динозавров да но они сами тоже не просто шкурах а в каких-то ну таких на на полу на на каких-то технологичных в общем это были просто арты но они концепт арты она они выглядели очень круто и я прям блин прикольно мы такие люди геймс при том что я киллзон никогда как бы не любил мне сам сеттинг не было интересен но вот тут я увидел в последнее время ребята очень легко убивают все хорошее не но киллзон на 4 была такая спешили к старту спешили очень посредственно герила геймс появится на е3 это уже точно заанонсировано непонятно с чем может быть с харизом а что он киллзоном но узнаем мы это на конференции сони потому что эти ребята можно сказать принадлежат почти что да так и есть еще очень интересный кстати тизер потому что на самом деле на тизере изображена стена из киллзон 4 но при этом вроде как все такое полу разрушенная то есть это может быть дополнение к киллзон шедоу пол не дай боже пора уже закрыть а может это тот же мир а может быть это тизер и это тот же мир в котором случилось вот какой-то упадок а может мы слишком хорошо думаем просто об этом обо всем а может это просто действительно dlc киллзон и вообще анонсировать набор новых ботинок для хеллгастов если при этом будет ласт гардио ну честное слово слушай но учитывая как и прошла конференция сегодня бетезда который мы скоро вернемся без разницы что она и они анонсируют вообще и 3 уже состоялось серьезно вот и и ну давай и ладно не будем забегать вперед в общем если они а если на сою на конференции соня анонсирует ласт гардиан вообще можно ничего не анонсировать вообще никогда больше можно монастырь ухода потому что фолл ауты же анонсировали вообще вот достаточно ласт гардиана и ну давай до свидания да ну все поехали дальше бегаем дальше нон стоп новости игровая замуж переименуемся нон стоп утра просто пулеметом дарим этом новости келл баун кракдаун и квенту брейк не покажут на е3 как ты бодро обошел меня своей новостью почему моей смотри написано арик арик да да это но одни суть ничего ничего вклинюсь после да все вот значит ребята из microsoft а в частности фил спенсер сказал что эти игры которые только что перечислил не появятся на и 3 главное чтобы не опроверг это потом потому что он любит очень опровергать как вы знаете по его твиттера мистера проверка до заходишь опровержения может пасть на его папа папа подсюда и портрет на стену повесим вот собственно каштег я провел да я проверок эти игры не боятся на и 3 потому что microsoft утверждают что у них очень много игр для этой и 3 для этой конференции об этом узнаем сегодня кстати 7 30 вот но я честно говори не ну так поделил бы на 2 то что он говорит потому что скорее всего либо не готово либо они просто хотят больше времени уделить другим играм которые на эти с этим все в принципе уже понятно слушай квантом брейк с ней все понятно решение ремиди они сами решили мне кажется да нести но конечно геймском в общем а фил спенсер такой да ладно у нас и так много игр да у нас будет нормально крикдаун показали на е3 ничего про него не известно всем на игру все равно вы серьезно а скалбаунт это та игра про парня с наушниками и динозавров это да парень вот это я жду ничего про нее непонятного то есть показали как но это платинум геймс ну да парень похожий на дантер и рубит динозавров по ходу потому норм 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 все на gamescom ладно окей gamescom так gamescom да они хотят все на gamescom потому что не сейчас много игр они еще очень важный момент руководитель xbox сказал что будут сейчас я даже прочитаю мы покажем новые игры как для xbox one так и для windows 10 я такой блин я не хочу windows я хочу только про xbox между сопер 20 до до 0 стал до косы ночью рубашки для нее в длц в общем будет про хэл опять гарден справа фейба леджин справа for the motorsport 6 и прорезу в том брайдер точно а про все остальное посмотрим я надеюсь на новый айпи и профи фу пару слов хочется услышать ну то есть не так что прям фифа 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 полчаса так фифа то-то тут он нововведение проехали вот без этого да еще пора искал фейл был фэйл был до есть там какой-то оперативный фейбл не похоже на настоящее это было забавно лан движемся дальше разработчики lord of the phone покажут новую рпг мы реально очень быстро по этой новости пройдемся потому что это не lord of the phone 2 это некая sky fire pg пока что из нее есть один арт на котором нарисован лысый мужчина в броне у которого в затылке что-то торчит в общем киберпанк киберпанком все по больше киберпанка вообще меня просто удивляет какой наглости эти чуваки слизывают концепты слушай но то у намка бандай то есть тебя не смутило что активижен просто сделала трейлер call of duty вообще один в один почти как да у секс а значит несчастная польская студия малюсенькая она значит слезала у тебя киберпанк ну ты прям раз взял из киберпанка тысяч семи семьи слушай ты игры еще не видел что там можно слезать из одного видеоролика ну не перестань будет реально но вы можете посмотреть тизер на нашем сайте у кроме него ничего не известно и скорее всего разрабатывать будет основная студия а лорда фон 2 будут разрабатывать китайцы и каждый раз когда это говорю мне немножко ёкает сердце давай дальше дальше снова моя новость bloodstained духовник духовник духовный наследник касселвания касселвания symphony of the night и в целом касселвания да от создателей касселвания все от касселвания стала самой популярной игрой на кикстартер 5 и 5 миллионов карл 5 и 5 миллионов да это совершенно дикая цифра это самая крупная цифра среди игр игровых игр хотел сказать среди компьютерных и консольных игр это самая крупная цифра в общем из игровой тематики самое больше только набрала игра про вызывающихся как то котят настольная вот так что настолочка да на грамм по видеоигру в общем в результате этой супер успешной кикстартер компании кодзе и гарасе пришлось придумывать новые на лету короче придумывать новые цели для игры потому что они собрали вообще максимальную сумму когда ты хотел миллиончик другой а мне тут пять с половиной занесли на серьезном было пятеро по-моему и они сделали уже 5 и 5 5 с половиной не сделали новую цель нам какой-то босс мод на который полный дичь то есть где ты за босса можно играть за боссов и мочить охотников и уже выйдет на вита выйдет на выйдет на пока выйдет везде даже на моем телефоне в игре он все будет к сего прошу какая цена для которых это вдруг шутка конечно ведь не будет на это не выходит ага ало это кодзе гарасе мне тут сказали что ваша игра на телефоне будет но и будет очень неловко в общем кодзе молодец кикстартер молодец что дарит нам возможности поиграть в духовные наследники старых игр ждем игра появится не раньше две тысячи семнадцатого года да так что все выдохнули и забыли на можно что вообще надо выдохнуть мне кажется мы очень усилились вот значит следующая новость новую игру вселенной трансформеры на путь разрабатывает platinum games это очень интересная новость я бы сказал потому что целом на плате нам геймс это тоже было интересно они такие да ну ладно сейчас быстро скриншот нарисуем вот собственно игра выглядит интригующие и больше мне нечего сказать platinum games я им принципе доверяю их игры я люблю я напомню что это bayonetta 1 bayonetta 2 это metal gear rising revenge что там еще недавно что-то mad world у них была очень крутая mad world недавно что-то выходило мы обсуждали я говорю недавно а ты самые старые вспоминаешь подожди пожалуйста ты мне там там был вот вообще бывшие бывшие чуваки из platinum games когда они еще были в капком они сделали божественную аками в общем это классные чуваки с нестандартным взглядом на мир вот внутренний и внешний и мы очень надеемся жир ванда full 101 да и она в том числе мы очень надеемся что игра будет крутая я им крайне у меня как для них кредит доверия просто вот и очень веников не вяжут парни доверия залезают в мою зону комфорта а я хочу сказать что у чуваков из пластина все таки есть чуваки господи а эти чуваки на сегодня всем просто слишком фамильярен у них уже есть одна желтая карточка за игру за лоджент оф кора которые сделали по знаменитому мультику сделали какие-то команды уборщиц между собиранием бутербродов и вытиранием полов потому что игра оберзительная единственное что там хорошо это боевка который на банк выше мне пишет ванквиш офигительный да боевка которую украли наверное с компьютера синдемиками когда он был дома вот поэтому есть подозрение что трансформеры выйдут такие же а может и не выйдут но издатель активизм blizzard и это немножко волнительно потому что мы знаем что эти ребята те еще перцы да давай предпоследняя новость новость из серии господи как это может быть ну как angry birds sonic dash может и это тоже когда увидел я когда мне витя на прямом эфире говорил четверг я думал что он сейчас мне просто ну в уши заливает а там просто название у игры еще дико извините это лирическое отступление на название у игры angry birds sonic dash epic да эпик в конце эпик это просто как вот штамп такой эпик ладно не суть рю из street fighter хорошо всем известный парень который умеет делать хадукины появится в супер смеш брос от нинтендо вот он парень то этот собственно выйдет персонаж в виде dlc уже 14 июня помочь сегодня возможно нет это вчера я тебе больше сказал но там немножко отличается по регионам поэтому повнимательно следите прочтите по поводу дат релиза в общем уже на днях выходит рю из street fighter рюро и еще и лукас рой да лукас анонсировали заранее лукас это вообще дикий троллинг потому что это персонаж из игры mother 3 о которой вы наверное не слышали но это очень шизанутая рфг знаменитая в японии и третья части вышла на геймбой адванс под конец его жизни когда уже была нинтендо ds у всех и игра просто сумасшедшая форматы перевели я играл она по эмоциональной отдаче и по плот твистом реально поменяет игру престолов потому что там ты знаешь идет вступление совершенно такой стандартный что там ходишь дерешься с кем-то с обычными мобами а потом возвращаешься типа к себе домой и случается такой сюжетный поворот от которого просто хочется консоль бросить серьезно ну то есть такая дичь произошла и после этого заканчивается пролог ты начинаешь играть за другого персонажа которую сидишь ты можешь скажешь что произошло или нельзя не для эфира ну наверно никто не будет играть ну короче главный персонажа мама умирает серьезно ну то есть тема материнства сквозная в игре ничего не я сразу вспомнил last of us где вначале у тебя умирает дочери на то же самое реально в диком идут еще и шагать за отца который всех избил горящими палками потому что он был в шоке он сидит в тюрьме ты должен убирать из тюрьмы ты встречаешься с инопланетянами трансвиститами одним словом закончили новость японцы японцы просто стопроцентные японщины и лукас из этой игры как называется эта игра тебя просят мазар 3 мазар 3 игра называется поищите в интернете есть на самом деле ром на английском языке мазар 3 это сиквел игры earthbound которая недавно вышла на английском языке на вью впервые в европе в общем это дичь готовьтесь очень сильно основательно ментально потому что можно поехать от этого вот и персонаж доставали появится супер смеш-брос вместе с рю и стритфайтера это странно окей и последняя новость ремастер гирсов вор выйдет в конце августа вот собственно все что я думаю что это просто эту новость можно вратить в одну из строку потому что ну звук сверчков . да серьезно не но почему гирсов вор неплохо я думаю мы даже постримим поиграем мне кажется у меня джавюм и я это уже говорил про гирсов вор неплохая игра хорошо что она выходит на иксбокс лучше конечно новый гирсов вор они переиздания старого я не могу оставить хорошо комментируй и поехали там у тебя пароль новостей одной строкой было слил русский сайт на самом деле официальный по гирсов вор опять и там есть какая-то мешанина потому что артис гирсов вор 3 название гирсов вор 3 информация про гирсов вор 1 дата выхода оригинальной игры август 2015 года который еще не наступил очень все это странно но похоже просто в раздел с гирсов вор 3 залили информацию про гирсов вор 1 про ремастер в общем дождемся пресс-конференция microsoft может выйдет вся трилогия может быть выйдет только первая часть вот этот нюанс пока что непонятен но это случится в конце лета это можно сказать практически со стопроцентной гарантии собственно сейчас захар скажет вам две коротенькие новости мы перейдем к конференции бетезда который мы будем обсуждать бесконечно да и дикие новости я в метро просто ехал подбирал челюсть с пола потому что playstation в своем блоге 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 названием facebook хороший стартап от марка цукерберга почти что live journal опубликовала тизер crash bandicoot то есть они написали что мол помните ребята как круто было во времена одной строкой захар очень очень давние когда мы нацелили крыш бандикут и нам кажется что это неспроста и вторая новость портал силиконера о котором вы не часто слышите но который был знаменит пару лет назад сказал что на playstation 4 все-таки выйдет полноценный ремейк final fantasy 7 укором и который мы видели с крутой графикой полностью переработанный а не та ерунда которая показала сквей реникс на playstation experience и который все забыли кстати вообще помните вот где эта игра вообще в 1080 вот этот финал показали ее а сказали что не будет да да ну в общем не я не за что тогда сказали что что то как то забили вообще ну то есть ее там все были в шоке а показали такие выходят парни типа мы сейчас анонсируем final fantasy 7 ремейк и оказывается что это файл фэнтези 7 в исходной графике 1080p ну а юсириас там на псп в нее можно было поиграть короче ждем чтобы работа сделали нормально потому что нечего халявить и мы закончили с основными новостями переходим конференции и 3 без с до первый день вчера друзья началась ну как для нас ночью началась конференция и 3 первое это было без 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 софтворкс и это было великолепно друзья я смотрел это прямого фильма комментировали это была первая пресс-конференция это была лучшая конференция за многие годы была дебютная конференция для без сда они не только первыми выступали на и тренинг это было бомба про и это была бомба потому что ребята пуляли просто винами с пулеметной скоростью да но главный анонс я думаю давай ну по порядку пойдем давай как было на конференции собственно что ты только знаешь сейчас не откидывайся не такой ну анарик смотрел и у меня все в голове перемешиваем я очень-очень внимательно собственно сначала показали doom неплохой заход показали дом он в целом для меня я не фанат не не дума не квейка и вообще но вот всеми меня прошло и поиграл естественно ну без фанатизма выглядит неплохо не знающие люди а это саша пушкарь жаловался на то что очень долго анимации очень медленно происходит распиливание не ну серьезно вот я бы я он горит я слышал человек который думает а именно мультиплеере как это все будет быстро и так далее мультиплеер до смач 4 на 4 в общем медленно там людей раз монстров распиливают бензопилой и это плохо что я увидел я увидел двумя просто охренеть какую крутую игру потому что графика очень крутая мне было что мы видели вот этот вот первый концепт не дай боже кому-нибудь вот это вот килл зона вот это вот вторжение демонов из преисподней пушки с лазерными прицелами все это просто нахрен смели и делают ремастер первого дума как мне показалось в котором ты просто ничего не мешает динамики просто ты всех расстреливаешь из них что-то упадает это поднимается на автомате ты тут же уже кого-то бьешь прости я потеряла вас а господи мы сегодня без него что ли давай вася без него никак обязательно все понеслась продолжай фух слава богу все я уже мы продолжаем да ты несешься всех убиваешь все это круто все это динамично можно кому-то что-то вырвать вставить в горло шотган еще больше шотган двустволочка для фанат фанаты поймут двустволка просто огонь двустволка какие-то огромные демоны если что мне не понравилось это то что вот сами демоны выглядят не очень то есть но они было скучно мне больше левел дизайн не понравился я первую вот сначала показали самому первые первую часть ролика показывали какие-то коридоры серые все скучно и потом оказали еще преисподнюю она поприкольнее вроде но все равно выглядит как-то коридорно и это не главное на самом деле что было продум про продум было самый самое такое необычное то есть анонсирует игру все на все будет хорошо все понятно там главное что будет специальный тул кит который позволит делать уровни для мультиплеера и кооператива да не просто делать на пк а можно будет делать на консолях чего в принципе раньше я не помню было или не было но это прям очень круто не было по моему и это показали очень круто потому что действительно вроде как интуитивно там все можно перемещать прямо движениями стика переворачивать там одной кнопкой все эти уровни друг другу очень быстро стыкуются и чуть ли не пара на но по нажатии кнопок и это уже можно пробовать в деле вместе со своими друзьями но это это очень круто в игре будет кооп а он будет отдельным режимом там отбивать надо будет волны врагов которые будут наступать ну как кирсофор и деслач 4 на 4 для тех кто не знает да собственно doom выходит весной 2016 года то есть следующем году и мне интересно помните без тезда еще о том что когда они продавали вульфенштейн год назад они вкладывали коды на бета-тест я думаю миллионы людей напомнят я думаю да пришли наверно сейчас на рабочее место чуваки дсс да открыли коробки лежит коробка и знаешь они приходят и такие чуваки сидят блин демку надо пилить срочно да бетку 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 на секундочку да в общем дум выглядит неплохо появится в следующем году еще мы про него обязательно увидим и услышим поэтому пока что оставляем его поехали дальше дизонор 2 анонсирован на конференции это это было круто я доволен хоть и много скепсиса у людей потому что показали просто си джи трейлер ну или геймплейный там менее расходится на мой взгляд си джи все нет это си джи да да ну кто то вы кто то мне что-то пытался доказать почему-то я не помню но это было ночью неправда вот мне понравилось мне очень понравилось первый дизонор мне понравился мир я рад что мир тот же это прямое продолжение можно играть за двух персонажей либо за корова от она либо за эмили не помню фамилию дочку принцессы который уже подросла и у них разные скиллы разный геймплей собственно все производства 2 это все более один трейлер ремастер выходит перемастер это мы даже не сказали да что будет ремастер с двумя dlc выходит со всеми делается там больше 2 выходит в августе этого года двадцать восьмого да это точно августа трейлер мне понравился на современных консолях да не просто ремастера именно на современный ну извини да мне понравился в целом трейлер дизонорд второй части но хотелось больше мученика потому что я показываю трейлер первой части там был вот этот дранкен лейлер эти детские голоса которые поют криповые вещи а второй дизонорд выглядел как трейлер мультика dreamworks вот серьезно для меня там были какие-то эффектные элементы вот я знал что не надо слово давать ставить то что ну что чем ты круто дизонорд 2 все поехали дальше он будет посмотрим что с ним и как на первый трейлер вот так могло быть более бомбически но несмотря на это очень хорошо да давай по мелочи пройдемся и закончим фоллаутом анонсировали the elders cross legends карточная игра по вселенной для мобильных платформ и пк прикольно главное чтобы механика была круто это так мое мнение как любители коллекционных карточных игр если я еще был фанатом свитков так вообще я бы просто но лучше лучше по фоллауту карточную сделали бы еще вообще это не elders cross 6 конечно довольно круто конечно без сда хочет наступить на ноги blizzard вместе с их да никуда она не наступит она в лужу только наступит нет на ноги то наступит а просто потом сойдет или останется на них стоять даже даже на палец не наступит поверью hardstone просто вот такой а шансы у коллекционной карточной игры по скроллсом вот лд скроллс тоже очень хорошая вселенная да но тоже очень хорошая вселенная знаменитая все зависит от баланса и как они все это они не смогут сделать так посмотрим ну не потому что мне нравится там эта вселенная лета у меня одинаково на них принципе пофиг вопрос в том что у blizzard очень много плюсов у них есть вот это шок у них вот этот заход с тем что это таверна все мультяшно а тут все будет на серьезных щах мрачное такое но это не так хорошо но мы видим короче ладно мне так кажется выходит уже в этом году ждать пьется не думал да играть все равно будем посмотрим давай дальше движемся потихонечку игровой процесс показали battle cry там смотреть даже не на что даже говорить о нем не хочется это клон team fortress 2 непонятно с чем ужасная анимация в общем скукота бета начнется скоро вдруг в деле она хороша но выглядит реально очень мрачно но в плане того что совсем не эффектно на фоне других показов в общем overwatch выходит остальное все пока неважно сама Bethesda очень сильно задвинула показала как-то один трейлер среди всего этого посмотрим мне кажется такое ощущение было знаешь как будто им уже даже не хочется показывать но они как бы уже должны выпустить игру они такие быстро реально такого пропустили давай все да вот battle cry не забыли про него в целом есть но не ждите ничего особенного и все это было для того чтобы показать главное блюдо под названием не мы забыли еще небольшую маленькую штуку еще показали дополнение для elder scrolls online кому интересно а вот теперь говори я думал скажешь кому интересно никому но все это было на пути главного блюда которым был показ геймплея пола у 4 я это вижу ты не представляешь я должен его просить конфетти посыпаться и вот это вот все безумная радость я слюной забрызгал монитору общем был крутой обстоятельный показ в котором показали несколько геймплейных фишек в том числе открытый мир кастомизации персонажа давай все по очереди построить свой дом обстоятельно ты готов или ты хочешь закончить уже я не хочу закончить давай обстоятельно ну ладно ты это видео в прямом эфире да хочется поделиться уже я терпел столько значит во первых а ты меня дополняй ты же всегда все знаешь лучше меня и я серьезно вот значит показали во первых из мелочей главный герой заговорил во вторых показали создание персонажа можно будет играть как нет не увенкс еще за мужчину и за женщину сначала создаете мать и отца создать не обоих но играть можно только за мужчину нет ты создаешь мать и отца я так понимаю и за их ребенка ты не так понимаю так и есть за их ребенка ты играешь вот действие происходит спустя 200 лет я и про ребенка я ты так просто не посмотрел как будто я что-то переплетаю я не знаю просто я не до конца в курсе мне казалось просто за батю играешь надо уточнить спустя 200 лет происходит событие там видимо криокамера или еще что-то вы последний выживший в 111 убежище самое интересное что с управление теперь напарниками оно получше стало так скажем мягко говоря теперь собака если у вас собака вы можете сказать взять предмет принести мне да то есть что реально круто извинили влияет на геймплей да измени 2015 год собаки стали влиять на геймплей что дальше глазом моргнем собака уже президент да куда катится мир вообще вот собственно ты меня сбил я что-то хотел важное сказать там можно построить дом там можно построить дом но я не обо а система ватс которая была какая неожиданность систему вас никуда не убрали ты хочешь дослушать вообще меня или ты хочешь уже все уйти там работу работать свою скучную тут же интерес береги силы систем ватс изменили немного теперь она не полностью останавливает игру от замедляет ее что лучше сказано динамики и и ну в принципе хорошо можно теперь строить свой дом а вот ну как том то нельзя назвать это домом это как можно строить по халупу после пола поколись если это хороший дом но в общем да дом многие вообще же из индии многие люди мечтали бы о таком доме так что по старой можно строить дом о котором мечтают люди в индии несколько этажных можно всячески обустраивать и главная фишка что его можно типа tower defense ты можешь всяких турелей насовать которые будут защищать от рейдеров мы надеемся что это будет официально лимфишка то что как обязательная она будет очень сомнительная потому что там очень много геймплея дальше показали кастомизацию оружия можно есть 50 видов оружия и 700 700 вариаций ты понимаешь с ума сойти ладно я просто я прекрасно понимаю как ты любишь фаллаут на и мне тоже очень нравится фаллаут я просто не могу реагировать с таким восторгом мне кажется надо быть честным перед зрителями это очень круто что такие цифры и огромный мир и так далее но дай бог будет лучше чем третий ведьмак ведьмак третий на восьмерочку захар я серьезно абсолютно но как бы тоже очень крутая рпг безусловно ждем безусловно будет слушай она будет она будет лучше ведьмака потому что я прошел ведьмака а ты нет охренеть вообще это как а флау брать на мужика ты сейчас прямом эфире не стыдно тебе нет фаллаут ладно давай уже закончу тогда там пару слов осталось еще есть еще несколько нюансов да про хотел рассказать про коллекционку или давай про коллекционку ты расскажешь а в коллекционке в комплекте будет идти пипбой наручный компьютер в который можно будет вставить смартфон свой собственный и скачать приложение которое будет эмулировать интерфейс настоящего пипбоя и теперь вы сможете звонить своей маме по скайпу с пипбоя и заплатить за это придется 100 с лишним баксов 119 помнишь это такое вообще оно того стоит за подставку для айпада нет там она во первых на руку цепляется во вторых там можно кликать и все такое таки дурацкие клепки вот будут на обратной стороне такие вот мерзкие прямо из пластмассы вылитые да нет на самом деле очень крутая идея пипбой работающий на руке это супер то что в него можно вставить смартфон это тоже супер идея с коллекционкой все окей игра выходит 10 ноября этого года это самое важное кстати самое важное что вообще было это то что игра в этом году да игра выходит в этом году на самом деле может быть оставили бы на следующий ну ладно это уже но выйдет и выйдет слушай вот я прошел ведьмака лучше бы не ведьмака за тобой вообще невозможно потому что он настолько глючной скажет что-нибудь не тратить все вообще нравится ладно еще в двух словах про ipad приложения ipad и игру для аэс систем плач шелтер внезапно они сделали игру чтобы вам скрасить ожидания до выхода игры это было очень неожиданно и они объявили что нибудь не по его love ничего то есть не будет системы что жди там полчаса чтобы поиграть дальше или заплатить нет там просто играешься на это обычный обычная помесь this war of mine и x-com да очень похоже на именно вот это вот менеджмент части x-com да очень прикольно я уже поиграл я тоже потому что она уже доступна друзья на iphone и ios да по моему начиная с пятого до айфона с айпэда помочь ли не с первого на моем втором работа и скоро выйдет на андроиде без средств обещал что на андроиде тоже выйдет как расскажу ну да есть убежище приходит человечки пальцами закидывайте их убежище чтобы они налаживали функционал время от времени на вас нападают монстры и действительно похоже у всего этого нет агрессивного доната то есть можно довольно долго и свободно играть не стукнувшийся пейвол и конечно это пиар акция в первую очередь я играл два часа и вообще не стукнулся пейвол на два часа на самом деле еще не самый долгий срок возможно просто интернета не было поэтому да что с тебя взять денег с тебя не срубить на самом деле срубить они просто знают что ты купишь там 6 коллекционных сделаешь из них трон и будешь на нем играть fallout shelter поэтому сейчас тебе бесплатно по ip пробили вот она бесплатная напоминаем да скачать попробуйте прямо сейчас можете вбивайте в поиски fallout shelter и enjoy да собственно я просто что мы забыли я выжился как как-то ряпочка да я посмотрю на всякий случай все все мы ничего не забыли друзья в общем я думал что bloodborne игра года но когда увидел fallout ночью я понял что bloodborne возможно придется потесниться отбор на возможно придется потесниться может и last guardian до конца года выйдет а если еще last guardian а там еще мгс и mad max который может оказаться темной лошадкой новый трейлер metal gear а сегодня вечером покажут может быть мы даже прямом эфире там посмотрим по моему очень хорошо стыкуются в пресс-конференции microsoft еще раз сверим по времени мне кажется было бы прикольно живые впечатления прямом эфире потому что трейлер будет 6 минут идти как прошлогодний трейлер nuclear не люблю эту песню я прочитал просто у тебя с лица просто не я люблю metal gear очень жду я нужен твой metal gear я видел это all over your face не серьезно я вот fallout жду чуть больше чем metal gear серьезно чуть-чуть да слава богу то есть мы не подеремся прям не metal gear ты что прям в общем друзья мы просто выложились по полной сегодня с утра на этом выпуске игромания впереди всем спасибо всем пока всего сегодня в четыре часа будет стрим что ну ты говорил нет 6 он будет стрим будет стрим да но об этом вы узнаете в анонсе чуть попозже следующая конференция от microsoft да сегодня в 19.30 начинается мы тоже будем стримить на твиче по моему 19 и вас правильно да ну уточним наверное 19.30 пришел 8 начинает я просто я просто помню да что точно не всем вот и потом следом будет идти электроника следом будет идти ubisoft следом будет идти sony мы постараемся не умереть и комментируется это для вас в прямом эфире а в любом случае спасибо что были тут сегодня с нами утром мы заканчиваем наш исключительно большой выпуск только для того чтобы следующим утром взлупить выпуск еще больше вы понимаете да завтра будет если одна конференция была она у нас отняла 20 минут да и это мы очень быстро может быть завтра будет прям я надеюсь новостей других не будет понимаешь это невозможно да мы же е3 бесконечные новости а ладно мы прощаемся с вами с вами были арик и захарка да спасибо большое что смотрели с нами до встречи а